Зал, где проходят общественные слушания, пустует. Не пришли даже активные горожане, которые обычно подобные мероприятия не пропускают. Возможно, Благовещенцев не очень интересует судьба мусороперерабатывающего завода, который в Благовещенске строят уже несколько лет. Линию по сортировке мусора, возможно, установят уже в этом году. Для нее даже земельный участок выделен. В 2006 году уже всерьез говорили о том, что строительство комплекса Блак-Эко начнется через пару месяцев в районе ТЭЦ. Затем решили, что завод будет мешать жителям будущего микрорайона Солнечный и вместо стройки перенесли за город в район городской свалки. В 2008, как идет возведение первой очереди завода, проверял лично мэр Александр Мигуля. Тогда городоначальнику доложили, ровно через два года, осенью 2010-го, завод примет первый кубометр мусора. Городу, безусловно, нужен завод еще вчера, потому что очень много мусора переступает к горячему на полигон, горючего, который горит, который нужно предварительно изъять. Очень много мусора поступает, который длительное время будет разлагаться. Будет разлагаться сотни лет. Предприятие тратит колоссальные средства. Только в 2011 году муниципальное предприятие потратило на мусор 25 миллионов рублей. Подавляющая часть этих денег ушла на работы по захоронению отходов. Ежедневно сюда привозят 300 грузовиков мусора. За год накапливается больше миллиона кубометров. Чтобы избежать возгорания, мусор приходится засыпать полутораметровым слоем земли. Городской свалке в этом году исполняется 50 лет. Ввод строй мусороперерабатывающего комплекса – это не просто пожелание, а жизненная необходимость. Между тем, свалка сможет принимать мусор еще 4 года. Если за это время завод не будет введен в эксплуатацию, городу придется искать площадку под новый полигон. На ее оборудование необходимо будет выложить 600 миллионов рублей. Антон Селивоник, Александр Рассказов, Евгений Налабурдин, Альфа Новости.